добрый день меня зовут владимир любара и я автор этого проекта по увеличению праж спасибо что пришли благодарю вас за интерес и не раз усоливая начнем сразу эти данные выпуски они с пользой и без оплаты я предполагаю что у вас возникнут вопросы отвечая на них мы сможем улучшить и ваш бизнес и вашу жизнь в пользе проекта я не сомневаюсь и потому потому что он в принципе построен только на практических кейсах и на опыте так что смотрите до конца и следите за рассылкой смотрите и забирайте из видео полезное для себя думайте реализовывайте это в своем бизнесе все ближайшие выпуски будут полезными для вас и каждая в чем-то по-своему да они все разные и все по делу у вас будет отличная возможность увидеть из чего складываются успешные продажи вы узнаете нас несколько успешных вариантов решения вопроса увеличения продаж и это кстати очень хорошо потому что вы достойны жить лучше и содержательный и в эти несколько минут мы станцуем продаж и так в этом видео я расскажу о возможности которые появятся при своевременной работе над увеличением продаж и как понять что время пришло какие позитивные возможности могут появиться если решить этот вопрос и так как часто нужно заниматься продажа ответ это настолько невероятно шикарный вопрос что прямо если ваша работа не продаж если ваша специализация не продажа то тогда чистыми классическими продажами стоит заниматься два часа в день и этого будет более чем достаточно и это надо делать каждый божий день с учетом субботы воскресенья это чем-то похоже на спорт если вы не профессиональный спортсмен то активного образа жизни часовой двигательной активности в день и часовой там допустим тренировки в день вот этих трех вещей вам хватит активная жизненная позиция движение в течение дня и часовая хорошая тренировка умеренная вот этих трех вещей вам хватит за глаза то есть если вы профессионал но не продавец по профессии вам пару часов в день на продаже хватит но здесь важно заниматься продажами каждый божий день теперь вопрос тех кто стоит в активных продажах если вы стоите в активных исходящих продажах аля push то есть мы вдавливаем что-то в рынок тогда вам лучше быть очень хорошим продавцом чтобы за пять лет вырасти до уровня управляющего продажами и дальше строить управленческую карьеру уже будучи боевым генералом потому что если вы не станете лучшим и если не построите карьеру ну вы выгорите за 5-7 лет и тогда радости уже не будет потому что будет передозировка теперь вопрос тех кто стоит в пассивных продажах если вы состоите в пассивных продажах то есть так называемая аля пул то есть мы что-то втягиваем тогда вам лучше сфокусироваться на координации взаимодействий и всю свою строю всю свою работу построить там допустим на таких активности 1 час 40 минут активности и 20 минут там перерывы между активностями это пожалуй наиболее оптимальный режим обработки входящих заказов и контактов с клиентами по по уточнению запросов по формированию предложений к покупке и и и вопрос только во всем в этом в классический в классическом подходе входящих продаж потому что с каждым годом их будет все меньше меньше и меньше причина переизбыток все равно мы будем потихонечку скатываться в то есть все пуловские продажи будут поддерживающими а все пушевские продажи будут соответственно не типа пути наименьшего сопротивления получения клиента следующий вопрос время заниматься продажами она уже пришло или еще можно подождать вот это ключевой вопрос сначала произвести а потом продать или сначала продать а уже потом произвести и второй момент лучше всего продажи растут постоянно то есть последовательность настойчивость это лучшее для продаж да конечно же стремно начать продавать то что вы еще не до конца произвели но весь прикол успешных продаж в том что другого пути просто нет вы продаете сразу как только смогли собрать рабочую модель первый же позитивный эффект применения уже сразу надо позиционировать продвигать и продавать и чем больше вы будете продавать тем стабильнее и больше будет становиться ваш позитивный успех он просто будет накапливаться во времени несомненно очень хочется поковыряться доработать довести производимое до идеала отшлифовать все но все-таки лучше сначала продавать продавать нужно еще не даже не доделана продавать надо еще на уровне прототипа и уже сразу искать клиентов чтобы продажи росли из них не нужно вынимать руки держите свое внимание и руки в продажах и они гарантированно будут расти до всегда будут преграды к созданию лучшего продукта и всегда будут преграды к продажам и лучше начинать с продаж тогда все косяки обнажаться быстрее и в модели продаж и в самом кстати продукте продавать регулярно это собственно единственный шанс не выпасть из бизнеса а вопрос повторное обращение это лучше конечно повторное обращение это самое лучшее это лучшее из того что есть на рынке и в этом смысле неплохо было бы знать о теории очередей если вы хотите чтобы клиенты обращались к вам повторно есть такое понятие в общем теория очередей и нас и она нас интересует не с точки зрения расчета количества терминалов обслуживания клиентов чтобы не образовывались очереди а ровно наоборот нас интересует мера нагрузки на тех кто клиентам прикасается особенно в те периоды когда образовываются очереди из клиентов нас интересует мера загруженности в работе нашего сотрудника собственно это главное и когда стоит вопрос сколько мы должны обслуживать клиентов то мы должны работать по нашим менеджерам по продажам не с перегрузом по объему выработки а наоборот с легким недогрузом к примеру если там ваш менеджер может по темпу работы обслужить 10 клиентов в день это норматив моим оставим там допустим 8 клиентов в день у нее должны быть легкие перебеги не должен быть зашит по расписанию насмерть нам нужно чтобы он еще и головой вертел что кстати очень хорошо сказывается на повторных обращениях клиент и так мы сегодня рассмотрели такой вопрос о возможностях которые появляются при современной работе по увеличению продаж и как понять что время продаж уже пришло и какие позитивные возможности могут появиться если решить этот вопрос и теперь мы можем сделать такие выводы вывод 1 если вы всех не продавцов по своей главной профессии попросите или обусловите заниматься продажами по два часа каждый божий день включая суббота и воскресенье можете считать что у вас все нормально вывод 2 начинать продавать нужно даже еще не готовая до конца продавать надо всегда раньше чем производить и вывод 3 лучше чтобы ваш менеджер по продажам продавал чуть-чуть с легким недогрузом потому что это сильно способствует повторным обращением клиента как только мы с вами встретимся вот в тот же день и начнут происходить изменения вашим бизнесом с вами был владимир рыбаров меньше чем за час в день она того стоит